В столичных новостройках привыкают жить без горячей воды. Поставщик отказался обслуживать дома из-за многочисленных нарушений в системе водоснабжения. Жильцы винят в этом кооператив собственников квартир, который ежемесячно получал оплату, но не выполнял свою работу. Из-за найденных нарушений зимой дома могут остаться без отопления. Наш корреспондент Иван Тулинов отправился посмотреть, в каких условиях живут новоселы, и заодно узнал, что делать, если КСК отказывается работать. Тазики и ведра становятся неизменными атрибутами жителей жилищного комплекса «Мисон». Дом расположен почти в центре левого берега Астаны. Но даже такое, казалось бы, престижное месторасположение не избавляет от коммунальных проблем. Каждый день для главы семейства Ахмеда Досаева начинается с одной и той же процедуры. Маленькие дети здесь, трое маленьких детей. Вот тазики, ведра стоят, вот посмотрите. Набираем воду, набираем ванну и говорим, детей-то надо мыть. На суету с тазиками обречены 400 семей, проживающих в жилищном комплексе. По словам жителей, виной тому халатность обслуживающего дом КСК «Байконур». Месяц назад оказалось, что кооператив исправно лишь собирал деньги, а работу свою не выполнял. После последней проверки теплотранзита КСК получили предписание, которое они не выполнили. И теплотранзит, естественно, был вынужден отключить горячую воду. С этой проблемой также столкнулся жилой комплекс «Уют» и жилой комплекс «Мисон». То есть два огромных больших жилых комплекса на левом берегу остались без горячей воды. Это называется «не верь глазам своим». Дому всего три года, вроде бы красивый фасад, детская площадка. Но жители негодуют. Подъезды чистотой не блещут, свет на этажах горит не всегда. Парадный вход вообще звучит как насмешка. За минувшую зиму систему отопления прорывало несколько раз. Желтые разводы на стенах – доказательство словам. А равнодушие КСК в подготовке к отопительному сезону заставляет жильцов ЖК «Мисон» идти на изобретательные меры. Трой утеплитель на пробке сеткой опять заштукатурил, закрасил, стену утеплилил. Но холод страшен до невозможности. По словам жителей, за все время правления обслуживающий дом КСК «Байконур» ни разу не отчитался о проделанной работе. Сейчас офис кооператива закрыт, телефоны не отвечают. Обсудить проблему решили на общем собрании. Заодно пригласили представителя районного Акимата, чтобы понять, как добиться подключения горячей воды и вернуть дому презентабельный вид. Чиновник разъяснил, жители должны были самостоятельно контролировать работу обслуживающей компании. Этой организации нет. В таком случае общественное объединение просто, согласно закону о жилищных отношениях, создает собственный кооператив или меняет обслуживающую организацию, собрав более двух третих подписей жителей. Но об этом вопросе вам лучше поведать жилищная инспекция, поскольку это в ее компетенцию входит этот вопрос. А собственно вы тогда зачем здесь? Я понял, вы пострить хотите здесь? Не до насмешек, когда каждый день возникает необходимость переливать, кипятить и разбавлять. С начала года в районы Акимат обратились жители более сотни домов, испытывающих проблемы с КСК. Специалисты рекомендуют обращаться в суд, искать новый кооператив, либо создавать собственный. Только в этом случае незакаленным бытовыми трудностями астанинцам удастся избежать проблем. Иван Тулинов, Ержан Канабияулы, Астана.